Неосторожное курение в постели стало причиной гибели сразу двух человек. 82-летней пенсионерки и ее 46-летней дочери. Однокомнатная квартира в пятиэтажном доме на улице Союзной вспыхнула в среду вечером. О пожаре в службу спасения сообщили прохожие, которые заметили дым с балкона на втором этаже. Парень шел просто вот мимо, шел с той стороны, увидел дым. С этой стороны еще ничего не было. А, то есть с улицы вообще? Конечно. Балкон же видели какой там все. А потом уже и в розетке к нам дым в комнату повалил. Жильцы смежной с погорельцами квартиры запах гари почувствовали раньше, но внимания не обратили. Слишком часто из соседнего жилья доносились сомнительные запахи. Ну, каждый день пьяный. Каждый день. Откуда у людей дым? А курила дочь, да? Конечно. Она же постоянно сигаретой. Мать же орала постоянно, что она с сигаретой. Обгоревшие тела пожарные обнаружили на диване, который и был очагом возгорания. Пол же вокруг тлевшей мебели напоминал огромную пепельницу. Спастись женщины, похоже, даже не пытались. Судя по разбросанным бутылкам, они были настолько пьяны, что попросту не смогли проснуться. По словам соседей, в этой квартире постоянно происходили какие-то ЧП. Особенно доставалось людям, живущим этажом ниже. Только вот они жили в центре этой квартиры, они с матерью переехали вот только сюда. А там то же самое. Бьют, гуляют. То же самое. То топят, то горят, то топят, то горят. Так постоянно. И сантехнику мы сами меняли. Бесполезно. Все равно то же самое. В этот раз потоп устроили уже не проблемные жильцы, а пожарные. Возгорание сотрудники МЧС оценили в 10 квадратных метров. Сотрудники газовой службы, которых вызвали на место происшествия, остались без работы. Газ в этой квартире отключен за долги. Единственный прямой родственник погибших, сын и внук, в настоящее время находится в исправительной колонии. С места происшествия Виталина Кондрахина, Евгения Куликова и Андрей Алферов.